Можно сколько угодно смотреть мотивационные ролики в интернете, читать про различные тренировочные секреты и ставить лайки под фотографиями атлетов в инстаграме. Но пока ты не начнешь что-то делать, ничего в твоей жизни не изменится. Привет, меня зовут Антон Кучумов, ты смотришь канал Workout Fitness городских улиц. И сегодня я поговорю о том, как превратить заряд мотивации в реальные дела. Дам несколько действительно полезных практических советов, которые помогут тебе достигнуть желаемого результата. Но перед тем, как я начну, я хочу сделать одну небольшую, но очень важную оговорку. Я хочу сразу предупредить тебя, что ни один результат нельзя получить быстро. Вся та ерунда, которую ты можешь услышать от других фитнес-блогеров про то, что можно качаться за месяц или получить пресс за 20 дней или научиться стойке на руках всего за 5 минут, это абсолютная ересь. Единственный ее смысл в том, чтобы перейти тебя в состояние эмоционального подъема. Потому что когда люди находятся в этом состоянии, они более склонны совершать пульсивные покупки. И это доказано наукой. Соответственно, больше вероятность, что ты купишь какую-нибудь программу тренировок или спортивную добавку. Фактически пользы от этого никакой нет. И наоборот, очень многие люди, посмотрев подобные видео, начинают считать, что результат можно получить быстро. Они приходят на площадку, занимаются одну-две недели, не видят никаких результатов и разочарованно уходят. А все потому, что если ты вел не самый здоровый образ жизни последние 5-10 лет, не нужно даже мечтать о том, что ты сможешь за пару недель тренировок все исправить. Тебе потребуется примерно столько же времени. Несколько лет усердных тренировок, регулярных тренировок, правильного питания, соблюдения режима, прогресса в нагрузках и других вещей для того, чтобы ты получил действительно хороший результат. В то же время неплохо привести себя в форму и набрать определенный небольшой уровень можно за несколько месяцев, что доказано участниками программы 100-дневный воркаут, ссылку на который я размещу внизу. Теперь пора переходить к 4 самым важным советам, которые помогут тебе измениться. Совет первый. Найди того, с кем ты будешь вместе тренироваться. Найди тренировочного партнера. Потому что заниматься вместе с кем-то всегда намного эффективнее, чем заниматься в одиночку. Если у этого человека более высокий уровень, чем у тебя, ты будешь прогрессировать гораздо быстрее, потому что он сможет делиться с твоим опытом, сможет тебе подсказывать, что-то направлять. Даже если у него такой же уровень, как у тебя, тренируясь вместе, вы будете соревноваться друг с другом. Это будет дополнительным стимулом для прогресса. Но это не самое главное. Самое главное то, что когда ты тренируешься вместе с кем-то, ты берешь на себя определенные обязательства. Допустим, вы договоритесь, что будете заниматься на площадке в понедельник, среду и пятницу после работы в 8 вечера. Там, приходить в парк Северная Тушина, не знаю, и заниматься на этих турниках. И теперь представь такую ситуацию, вот у тебя был самый неудачный или один из самых неудачных дней на работе, полный завал, на тебя наехал босс, проекты не закрываются, дедлайны летят к чертям. И ты приходишь убитый домой, тебе уже ничего не хочется, просто там взять пиво, и я не знаю, что ты пьешь по вечерам, включить на компе сериал, просто потупить, посидеть, отдохнуть, лечь спать, и чтобы этот день поскорее закончился. Но это понедельник, и ты обещал своему другу, что вы пойдете вместе и потренируетесь. И тут он звонит тебе и говорит, чувак, ты где, я уже на площадке. И что ты ему скажешь? Ты же не будешь подставлять своего друга, это вообще непорядочно. Нет. Ты должен будешь прийти на площадку, как бы тебе не было плохо, как бы тебе не хотелось остаться дома, ты понимаешь, что если ты останешься дома, ты подведешь своего друга, ты обломаешь ему всю тренировку, ты собьешь его тренировочный план, а подводить других людей и как бы не сдерживать свои обязательства, это не круто. И на самом деле умение держать свое слово, это одна из самых важных вещей в нашем мире. И если ты научишься этому, это поможет тебе добиться успеха не только на площадке, но и в самых разных сферах жизни. Поэтому, еще раз, совет номер один, найди того, с кем ты будешь тренироваться. Совет номер два. Одно дело, ты просто говоришь, абстрактно заявляешь, я хочу похудеть, я хочу набрать мышечную массу, я хочу больше подтягиваться. Да, и сравнение это с другим заявлением, когда ты говоришь, я хочу научиться подтягиваться 20 раз к Новому году. У тебя есть четкий горизонт времени, за который ты должен достичь четкую цель. И поэтому каждый раз, когда ты выходишь на тренировку, ты знаешь, что ты стал чуть ближе к цели, чуть ближе к цели, чуть ближе, и к Новому году ты ее достигнешь. Я надеюсь, это понятная идея. Поэтому я лично люблю ставить цели примерно на 100 дней, потому что очень простая аналогия с загрузкой файлов. Каждая тренировка должна меня приближать примерно на 1%. Если я пропускаю тренировку по какой-либо причине, я сразу вижу, что загрузка не будет завершена, и я не добьюсь своей цели. Но здесь важно один момент держать в уме. Эти цели, они как направляющие. Это не догма. Это не должно быть прям вот, не знаю, это не должны быть рельсами для поезда. Если в вашей жизни что-то происходит, и вам необходимо скорректировать цель, корректируйте ее. Вы не должны быть к ним абсолютно привязаны. Вы должны быть гибкими, как вода, как говорил Брюс Ли. И тогда вы сможете добиться успеха. Потому что очень часто бывает, что, и я вижу это часто на площадке, люди ставят перед собой какие-то цели, и они очень сильно на них зацикливаются. И пытаются идти к ним, несмотря на то, что они уже не могут их достигнуть. Например, они хотели быстро научиться стоять на руках, делать выход силы, что-нибудь из продвинутого такого. Они получают небольшую травму, не обращают на нее внимания, пытаются идти дальше, получают травму еще сильнее, и в итоге их отбрасывают назад очень далеко. Я уже делал отдельное видео про тренировки во время травм или болезней. И если коротко, не надо тренироваться, когда вы болеете или травмированы. Если полноценно, опять же, видео будет в описании. В тексте я скину ссылку. Таким образом, второй совет. Определите четкие цели, поставьте временные рамки. Совет номер три. Заведите тренировочный дневник и фиксируйте прогресс. Обязательно записывайте туда все, что вы сделали на тренировке, чтобы у вас была четкая объективная картина. Потому что, если вы не будете этого делать, очень часто у вас будет создаваться впечатление, что вы не прогрессируете, ничего в вашей жизни не меняется. Вы абсолютно на том же самом месте, где были там месяц назад. Если же у вас есть тренировочный дневник, вы всегда можете посмотреть свое прошлое и увидеть, что это не так. Кроме того, фиксирование прогресса позволяет вам следить за нагрузкой, добавлять нагрузку и делать это объективно. Не просто по ощущению, вот сегодня я сделал столько, завтра попробую выложиться. Нет. Если вы знаете, что на прошлой неделе вы сделали 15 повторений, на этой вы будете делать 16 или 17 или 18. Но вы четко знаете, что вам нужно сделать, чтобы прогрессировать. Это очень важно, особенно в долгосрочной перспективе, потому что, поверьте мне, ни раз и ни два вы будете сталкиваться с тем, что прогресс будет стопориться. Вот вы выйдете на какое-то плата, и вы можете провести на нем несколько недель, вы можете провести на нем несколько месяцев, и тогда вам будет хотеться все бросить. Но исследование своего дневника тренировок может позволить вам найти выход. И тренировок – это действительно полезная штука, поэтому обязательно рекомендую вам, если вы еще не начали это делать, начать сейчас, записывать все, что вы делаете. Это пригодится в будущем. И последний на сегодня совет, он касается вашего окружения. Есть такая поговорка, что вы представляете себя среднеарифметическое из тех пяти людей, с которыми больше всего общаетесь. Поэтому очень важно окружить себя теми людьми, которые разделяют ваши цели, разделяют ваши идеи, ваши стремления и помогают вам добиваться их. К сожалению, очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда человек хочет изменить себя, но его окружение не поддерживает. Это старое окружение. Оно вообще, в принципе, люди так устроено, что они не очень любят перемены. Им больше по душе стабильность. Но если вы хотите измениться, вам стабильность должна быть не по душе. И если вы видите, что люди в вашем окружении не помогают вам двигаться вперед, не важно, как они вам дороги, хотя это может быть порой очень тяжело, вы должны сделать шаг и отойти от них. Потому что они будут вас сдерживать, они будут мешать вам добиваться ваших целей, они будут отнимать ваше время. И в конечном итоге, если вы останетесь с ними, вы останетесь там же, где и были. Если вы хотите измениться, вам нужно найти новое окружение. И здесь не нужно бояться. На самом деле в мире огромное количество людей, которые будут разделять ваши новые цели, ваши новые идеи, ваши новые стремления. Я знаю, что я повторяюсь, но просто это очень важно. Очень многие боятся делать этот шаг и пойти навстречу новым людям. Не нужно этого бояться. Мир гораздо радужнее, чем он может показаться. И как только вы будете готовы избавиться от своего прошлого, перед вами откроется новое будущее, и оно вам понравится. Поэтому не бойтесь делать этот шаг. Посмотрите на свое окружение. Действительно ли это те люди, с которыми вы видите себя в будущем, которые вам помогают. И если нет, то пришло время что-то изменить. Итак, в принципе, я рассказал все, что хотел сегодня рассказать. И мне осталось в конце сказать только одну вещь. Существует два вида мотивации. Мотивация к цели и мотивация от проблемы. Некоторым людям ближе первый вид мотивации, некоторым второй. Некоторые используют смешанный вид. И здесь важно подобрать именно то, что будет работать именно для вас. Мотивация к цели очень простая. Вы ставите перед собой какую-то цель и начинаете к ней двигаться. Вы начинаете решать задачи и делать действия, которые будут приближать вас к цели. Например, вы хотите похудеть на 5 килограмм. И дальше вы думаете, что нужно сделать, чтобы похудеть на 5 килограмм. Вы устраиваете цепочку задач, решение которых будет шаг за шагом приближать вас к желаемой цели. Мотивация от проблемы строится на другом принципе. Ее можно сформулировать как? Например, я не хочу получить плохую оценку по физкультуре в школе или в ВУЗе. Если еще остались ВУЗы, где вообще преподают физкультуру нормально. И тогда вы думаете, ага, что мне нужно сделать, чтобы этого не произошло. Начиное слово, вот не. Допустим, у вас есть зачет по физической культуре, нам нужно потянуться 13 раз. Вы знаете, чтобы не получить плохую оценку, мне нужно потянуться 13 раз. Чтобы потянуться 13 раз, мне надо начать тренироваться и так далее, и так далее. И то есть все ваши действия будут направлены на то, чтобы избежать негативного последствия. Почему-то люди устроены так, что одним ближе один подход, другим другой. Но выбирайте тот, который ближе вам, и формулируйте цель именно таким образом, чтобы вас это стимулировало. Если вас не стимулирует просто цель потянуться 13 раз, а стимулирует цель не получить плохую оценку по физкультуре, это нормально. Значит, просто вот у вас такая система мотивации и такие ценности. Дальше просто формулируйте все таким образом, чтобы это помогло вам добиться ваших целей. Надеюсь, что видео получилось сегодня информативным. Я дал вам три совета и один дополнительный совет, которые могут звучать просто, но на деле выполняются несколько сложнее. Особенно вот последний про окружение. Тем не менее, будете им следовать, будете их выполнять, будете получать результаты, достигать своих целей. С вами был Антон Кучумов. Увидимся в следующих роликах. Как обычно, подписывайтесь на канал. Если вы уже подписаны, то нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии, предлагайте свои идеи для следующих выпусков. Я буду рад снять какое-нибудь полезное и интересное видео. Увидимся в будущем. Пока!